Ваше Превосходительство, Председатель Управления Мусульман Кавказа, Шейх Уль-Ислам Аллах Шукур Фашазаде, Ваше Блаженство, Папа Патриарх Александрийский Фёдор, Государственные и общественные религиозные деятели, дамы и господа, от лица Грудинской Православной Церкви от себя лично, сердечно приветствую всех вас, участников, организаторов конференции. Весьма важное значение этой встречи, особенно сегодня, когда существование различных религий и цивилизации стало серьезным вызовом современности и ныне существующие очаги напряженности в мире обусловлены также и этой причиной. Регион Кавказа и моя страна Грузии находятся на стыке Европы и Азии. Естественно, это место пересечения разных интересов мировых цивилизаций и государств. Несмотря на это, в течение многих столетий мой народ смог проявить лучший пример толерантности. В Грузии, где проживают свыше 14 национальностей, наше мирное сочувствование условно, с одной стороны, тем уважением и любовью, которая грузинская сторона, исходя из принципов христианской веры, проявляет и к другим этносам и вероисповедованиям. И, с другой стороны, тем, что и представители других этносов и вероисповедований уважают нашу страну и не нарушают общеприятных принципов и проявления общественных обступлений, а других сводится к конфликту. Подтверждение духа толерантности приведу несколько примеров. В столице Грузии, в центре Двилиси, в одном небольшом квартале столетиями бок о бок наряду с православными храмами действует мечеть, синагога и Григорианская церковь. От современной жизни хочу отметить деятельность благотворительного фона грузинской патриархии Лазаре, который из направления является устройством летних лагерей для детей из конфликтных регионов и стран Южного Кавказа. Уже десятый год, как под попечительством церкви, летние дни вместе провели свыше двух тысяч грузинов, абхазов, азербайджанцев, армян. В этот период закладывается фундамент их дружбы. Я бы сказал, образцом дружеских межрелигиозных отношений является та близость, которая уже десятилетиями восстановилась между лидером мусульман Кавказа его превосходительством с шейхом Улисламом Аллахчу Курпазады и лично мной, что находит свое доброе отношение и в мире жизни наших народов. Благодарностью хочу сказать и деятельность азербайджанской государственной нефтяной компании «Сокар» в Грузии. Уже несколько лет, как она бесплатно отдает определенное количество газа храмам и монастырям Грузинской Патриархии, а также существующим в нашей стране другим религиозным конфессиям, в том числе и армянским храмам, чем оказывает всем большую помощь и сей добро. Я не хочу создать впечатление, что в нашем стране и обществе все наилучшим образом, конечно, есть проблемы, в том числе, касающиеся территориальной ценности государства. Как вам известно, временно отрезаны от нас исконно грузинские земли, Абхазии и Цхинвальдский дайон. Естественно, имеются исходящие отсюда трудности, но в нашем народе есть желание примирения и урегулирования взаимоотношений с Абхазами и Ассетинами. Это самое главное. Умение прощать, проявить заботу о человеке, побудить в нем приобщение к Божественной истине, чувство терпимости и желание диалога имеют огромную силу и являются обязательным условием существования цивилизации. На первый взгляд, как будто это легко осуществимо, так как все основные мировые религии проповедуют добро и число их преподавателей и последователей – великое множество. Но факт, что результат не достигается. Одной из главных причин этого является и то, что роль религии не по достоинству оценена в использовании государства. В этом направлении пассивно работают также и средства массовой информации. Полагаю, что наряду с политиками религиозные лидеры должны способствовать восстановлению доверия и взаимоуважения между народами. Современный мир постепенно осознает это и подтверждением, чьи являются сегодняшним форумом. Еще раз с большим уважением приветствую вас и желаю успехов в сосуществлении ваших богоудобных целей. Своё обращение хочу завершить словами апостола Павла «Бог не есть Бог не устройство, но мира. Бог мира да пребудет со всеми нами и со всем миром. Аминь». Католикос-патриарх все Грузии, архиепископ Цхетский-Тбилисский, митрополит Пицунский, Сухомо-Ибхазский, Илья II. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ